Приветствую, друзья. Своё прошлое видео я начал со слухов о тяжёлой болезни и смерти Путина. Конечно, это был риторический приём. Путин не умирает прямо сейчас. Ну или мы пока не можем этого знать. Секрет здоровья Путина охраняется столь тщательно, что специальные сотрудники ФСО подчищают за ним в поездках туалет, чтобы враг по анализам не вычислил его диагнозы. В общем, Путин не умирает, и дай бог ему здоровья и дожить до суда. Но когда-то Путин так или иначе всё же уйдёт, и трон освободится. А вместе с троном гигантские полномочия и безграничная власть. И тут неминуемо возникает соблазн обойтись без принципиальных, структурных или уж тем более без революционных изменений. И отдать трон и полномочия какому-нибудь новому просвещенному лидеру, который, пользуясь неограниченной властью, приведёт нас к светлому будущему. В конце концов, если Путин при помощи единоличной власти завёл страну в тупик, то, может, и выводить её оттуда можно такими же методами. Здесь надо делать оговорку. Такой новый лидер с высокой долей вероятности будет из числа нынешней элиты. Ну, просто в силу того, что человеку из существующей власти проще заручиться поддержкой, мобилизовать сторонников и ресурсы. Другими словами, мы говорим о преемнике. В последнее время сильно увеличилось медийное присутствие Сергея Кириенко. Прежде непубличный чиновник вдруг начал выступать перед камерами, ездить с визитами на фронт и даже открывать памятники. И теперь добавился ещё один символ. Бабушка Анна. Такая внезапная страсть к публичности заставила строить предположение, что все эти выступления Кириенко – ничто иное, как заявка на позицию преемника. Понятно, у нас нет публичной политики, и решение по преемнику пока принимает или не принимает только сам Путин. Но Кириенко выглядит так, как будто он говорит Путину «посмотрите, я здесь, я могу, я не подведу». И вроде Путин реагирует достаточно положительно. Так именно Кириенко поручили стать куратором аннексируемых украинских территорий. А это важная должность. Ведь это доступ к Путину, большое влияние и триллионные финансовые потоки на якобы восстановление. Означает ли всё это, что Кириенко – преемник Путина? Пока нет. Не означает. В том плане, что его, конечно, никто ещё не выбирал преемником. Но это точно заявка со стороны Кириенко. Правильные люди в правильном месте способны решить любую задачу. И, в принципе, фигура Кириенко, на первый взгляд, выглядит не так уж и плохо. Молодой относительно, например, Патрушева. Либеральный относительно, ну, Кадырова. Честный относительно Сечина. Впрочем, по сравнению с Сечиным все кажутся честными. Ну, тогда, может быть, стране не нужны системные изменения. Может быть, просто согласиться с появлением относительно молодого, относительно честного и относительно либерального лидера. И всё с собой наладится. Не наладится. Даже если это не Кириенко. Но Кириенко просто здесь хороший пример. Давайте вспомним его появление в политике. Я понимаю массу претензий, которые можно высылать в адрес правительства. Председателем правительства я пока работаю первый день. Сколько? Часа три, да? Молодой, прогрессивный, демократический премьер-министр. Моментально, правда, заслуживший ненависть всей страны за объявление дефолта в 1998 году. Спустя четыре месяца после своего назначения Кириенко объявил о неспособности государства обслуживать свои кредитные обязательства. Следствием дефолта стал обвал курса рубля и взрывной рост цен. Правительство Кириенко было отправлено в отставку, а сам он получил прозвище «Киндер-сюрприз». Впрочем, замечу, в дефолте не было вины непосредственно Кириенко. К тому моменту, когда он пришел на пост в апреле 1998 года, все уже было предопределено. Его позвали лишь озвучить эту проблему и взять на себя недовольство общества. Да, собственно, Кириенко говорит об этом в своих же более поздних интервью. Решение жесткое и тяжелое, и другого выхода не было, не было. После отставки с поста премьера Кириенко остается в политике, участвует в создании Демократической партии «Союз правых сил», а в 1999 году бросает вызов Юрию Лужкову на выборах мэра Москвы. Кириенко идет на выборы столичного мэра с современной и демократической программой. Основные пункты – борьба с засилием чиновников и номенклатурным капитализмом. Это такие пункты, что за них можно голосовать хоть сейчас. Хотя сейчас бы мы это назвали борьба с коррупцией. Одновременно с мэрскими выборами Кириенко ведет в парламент партию «Союз правых сил». В первую тройку СПС помимо Кириенко входит Борис Немцов и Ирина Хакамада. Главная идея, которую мы отстаиваем – это свобода. Свобода, гарантированная демократия, говорилось в предвыборной программе партии. Мы заявляем о своей приверженности общечеловеческим ценностям, идеалам свободы и демократии. Считаем, что россияне вправе пользоваться их благами наряду с народами всей земли. Согласитесь, звучит современно. Хочется поддержать такую партию. Но потом направление карьеры Кириенко поменялось. Полномочный представитель президента Путина в Приволжском округе. Назначенный Путиным глава Росатома. И, наконец, заместитель руководителя администрации президента, отвечающий за внутреннюю политику. Первое важнейшее задание на этом посту – выборы. Хотел сказать, выборы президента России в 2018 году. Но нет, переназначение Путина в 2018 году. Помните эту кампанию? Навального не допускают до выборов. Не люблю центральную избирательную комиссию. Из дебатов устраивают клоунаду. Приличнее, чем вы! Замолчи, замолчи, дура, замолчи! А Путин без конкуренции, но с масштабными фальсификациями, получает 76 нарисованных Кириенко процентов. Вот как это соотносится с тем самым Кириенко, который в 1999 году шел на выборы вместе с Борисом Немцовым. Шел на выборы под демократическими и антиавторитарными лозунгами. Тысяча лет. Главным законом был приказ начальника и господина, говорит партия Кириенко в 1999 году. А уже в 2018 Кириенко делает все, что дать такому господину начальнику еще один срок во главе государства. В 2020 году перед Кириенко ставится новая амбициозная задача – продлить полномочия Путина уже до 2036 года. Заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. Уже в соответствии с обновленной конституцией. Это нелегко. Это уже непопулярная в обществе идея. И тогда к поправке об обнулении Путина приделывают мешанину и скрепт духовности и с отсылками к прошлому веку. Российская Федерация признает исторически сложившееся государственное единство, говорится в поправках, которые всеми силами продавливает Кириенко. Конституция России провозглашает идеологическое многообразие и не допускает установления какой-либо государственной идеологии, говорится в манифесте партии Кириенко в 1999 году. Это не просто противоречие или лицемерие Кириенко. Это его закономерная эволюция от молодого политика с хорошей самоиронией. Мне кто-то из депутатов, по-моему, Говорухин, подарил эту самую яичко-киндер-сюрпризы. До путинского чиновника, который готов на любую подлость или преступление для удержания власти своего босса. Владимир Владимирович позавчера говорил о том, что государственная служба, она идет от слова служение. В 2021 году Кириенко нужно было организовать триумфальную победу на выборах партии «Единая Россия». Задача непростая, а честными способами нерешаемая. За ядром к тому моменту плотно закрепилось название «Партия жуликов и воров». Рейтинг партий перед выборами в районе Плинтуса. Новых лиц в «Единой России» нет, приходится натягивать достаточно старый. И вот в такой ситуации Кириенко обеспечивает партии власти 324 мандата из 450. 72% думских мандатов. Делается это абсолютно незаконными административными методами. Бюджетников сгоняют на выборы, оппозицию не допускают до регистрации. Многодневное голосование, вбросы бюллетеней, фальсификация при подсчете, полностью переписанное электронное голосование. Главная идея, которую мы отстаиваем, это свобода. Свобода, гарантированная демократией. Вот это говорится в манифесте СПС 1999 года. Идея, которую отстаивает Кириенко образца 2021 года, это свобода от демократии. За 20 с лишним лет Кириенко прошел потрясающий путь, закономерным итогом которого стала активнейшая поддержка и пропаганда войны против Украины. Здесь в Донбассе военнослужащие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, военнослужащие России завершают ту борьбу, которую наши деды, отцы, прадеды вели против нацизма. Миссианство, соединенное с комплексом неполноценности. Этот идейный коктейль, долгое время навязываемый народом России, дорого обошелся нам всем, считал Кириенко 20 лет назад. И именно этот коктейль он предлагает гражданам России сегодня. Для России это, если хотите, такая задача, миссия. Такая эволюция взглядов не случайна. Кириенко на самом деле сильно не глупый человек, он рационален. Просто такие людоедско-чиновничьи взгляды обеспечивают наилучшие шансы на власть. Ведь война с Украиной это не случайность. Это закономерное следствие путинской системы авторитаризма. Единоличный, несменяемый правитель пытается представлять всех граждан страны. Это реально, но в маленьком и единообразном Сингапуре. Но это сложно в огромной и сложно устроенной стране. Но можно объединить всех внешней угрозой, образом общего врага. Так было при царском самодержавии. Только это возможно и при самодержавии бандитском. Значит, из Украины начали делать антироссию. Плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию. Но образ врага рано или поздно приводит общество к войне. Что мы и видим. И любой преемник или сменщик на посту единоличного лидера огромной страны будет вынужден предложить обществу искать врага. Внешнего или внутреннего. Неважно. И когда Кириенко заявляет о поддержке войны и аннексии Юго-Востока Украины, он старается угодить и Путину, и понравится обществу. Но это время придет. И придет скоро. И парады победы пройдут по улицам городов Донбасса. Он понимает, что в нашей стране единоличная власть требует популизма. И резонно полагает, что основа этого популизма – это милитаризм и общий враг. И так думает не только Кириенко. К сожалению, это универсальный рецепт для получения и удержания единоличной власти в России. Если мы хотим действительно покончить не только с Путиным, но и с путинизмом, как угрожающим всему миру режимом, то думать надо системно. И избавляться не только от Путина, но и от поста президента как такового. От веры в то, что кто-то за нас самих может устроить нам благополучие. Справедливого царя мы играли не раз. Но каждый раз это заканчивалось развратным окружением и войной. Поскольку единоличный правитель всегда стремился стать пожизненным, его окружение всегда подбиралось по принципу преданности, за которую прощалась и некомпетентность, и вороватость. А чтобы заткнуть обществу рот псевдопатриотизмом, всегда начинают войну. Счастливо вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!